Теперь давайте посмотрим такую вкладку, как дизайн. Вот такая вкладочка дизайна. Я ее вот так выделяю. Давайте, чтобы у нас с вами была чистая работа, я просто все удалю, что здесь было у нас. Делета. Видите, как быстро все удаляется. И у нас остаются чистые слайды. С чего мы можем начать? Начать мы можем с того, что у нас, во-первых, есть параметры страницы, которые мы можем здесь выбрать с вами, как книжная, альбомная. Мы можем сделать с вами вот здесь вот отдельные поля, чтобы у нас все укладывалось в определенном размере. Я уже это показывать не буду, здесь все очень просто. Вы можете сразу выйти на ориентацию слайда. Вот альбомная, вот можно сделать книжную. Давайте вернемся к альбомной, потому что она как-то лучше всего смотрится на экране. А теперь наша задача с вами выбрать дизайн нашей презентации. Вот если я зайду с вами на главную, вернусь и открою создать слайды, то мы видим с вами, что вот нам предоставили белые листы, на которых есть активные окна. Эти активные окна имеют определенные какие-то там форматы. Теперь давайте мы посмотрим с вами, как это будет выглядеть в определенных дизайнах. Вот я здесь открываю вкладку и посмотрите, сколько дизайнов мне предлагается. Обратите внимание, что если я только начну наводить на какой-либо дизайн, давайте мы с вами закроем, чтобы это было у нас наглядно. Ну вот, например, давайте вот я на этот дизайн навожу. И видите, у меня сразу появляется на моей вкладочке вот такая картинка. Заготовленная с заголовком слайда. Я прямо в этом активном окне пишу. Под заголовок слайда я сразу могу заполнить. Например, если я переведу сюда, в зеленый цвет, то видите, вот у меня появляется вот такой дизайн моей презентации. Вот такой дизайн презентации. Ну, например, вот такой дизайн презентации. Вот давайте этот дизайн мы с вами и выберем. Обратите внимание, что сейчас покрыт информация о внешнем виде только в центре нашего рабочего стола. А с левой стороны, там, где у нас выложены наши слайды, вот такой в сайдбарчике в таком, да, они пока еще белые. Но если я только кликну по, активирую этот дизайн, у меня сразу появится информация о том, как будут выглядеть эти листы. Для того, чтобы внимательно посмотреть, как они будут выглядеть, мы опять заходим с вами в главную. И вот если мы раньше открывали были белые странички, то теперь видите, нам подсказывают, каким образом будет выглядеть эта наша презентация. Если мы будем использовать сравнение двух объектов, например, вот видите, в таком виде, или заголовок и конкретный объект и так далее. Итак, вот таким образом, опять захожу сюда, мы с вами выбрали дизайн. А теперь посмотрите, дизайн мне понравился. Ну, например, вот давайте мы вот этот дизайн выберем. Видите, какой дизайн мрачный. А я хочу, чтобы он был, например, в хорошем каком-то синем цвете. Я нажимаю вот на эту кнопочку цвета и выбираю дизайн. Видите, опять меняется только рабочий стол, потому что я пока еще только экспериментирую. Я могу сделать желтый, зеленый, вот такой стандартный и так далее. Этих выборов цветов огромное количество. Вы здесь выбираете то, что вам больше всего нравится. Но мы не будем выбирать. Мы выберем вот этот голубой и оставим его здесь. Итак, что мы делаем здесь на этой вкладке? Давайте мы с вами рассмотрим вот такую информацию, как слайд. Например, вот такой вот с заголовком и активным окном. Посмотрите, как удобно все сделано. Вот в этом активном окне есть уже специальные кнопочки, где мы можем очень многое вставить. Давайте посмотрим. Вот сейчас я активирую это окно. И обратите внимание на то, что у нас сейчас с вами идет в меню информация по дизайну. Я могу здесь вставить таблицу. Я кликаю на таблицу, и у меня появляется информация о том, какую я таблицу хочу сделать. Вот число столбцов выбираю, число строк, кликаю ОК, у меня появляется здесь таблица. Я не буду этого делать. Я могу сюда установить диаграмму. Но для того, чтобы установить диаграмму, мне предлагается вот такой выбор. Посмотрите. Я здесь могу выбрать любую. Кольцевую диаграмму. Например, биржа мне нужно что-то показать. Пузырьковую диаграмму. Ну, давайте вот, например, какую-нибудь круговую возьмем диаграмму. Давайте вот такую диаграмму возьмем. Вот мы ее выбрали. И теперь, посмотрите, идет загрузка экселевского файла. Почему? Потому что вы здесь для того, чтобы установить, здесь прямо устанавливаете цифры вот тех моментов, которые вы будете описывать. Ну, например, там в квартале первом у вас были там сделаны 8,2 тонны чего-либо, да? В квартале втором у вас было там 3,2. Значит, здесь, я думаю, что вы знаете, как работать. Здесь вы просто меняете эти цифры и делаете так, как вам необходимо. Закрываем. И вот видим нашу с вами диаграмму. Давайте я сейчас ее удалю, потому что нам нужно с вами будет осмотреть дальше. Теперь посмотрите, вот еще одна кнопочка. Рисунок. SmartArt. Вот эти рисунки тоже, они очень удачные. Сделаны для чего? Для того, чтобы вы могли что-либо очень конкретно и подробно показать на своей презентации. Ну, давайте выберем вот такой вот рисунок. Вот он у нас показан, какой это рисунок. Я кликаю ОК, и вот у меня появляется этот текст. Что я делаю? Смотрите, я могу вот здесь вот нажать, и у меня появляется возможность введения текста. Ну, давайте посмотрим. Вот это первая, например, функция. Давайте напишем. Вот она сразу появляется, да? Здесь я пишу вторая функция. И третья функция. То есть вот я так быстро и легко это заполняю. Дальше. Обратите внимание на то, что вы можете... Значит, мы закрываем, вот мы все это сделали, да? Видите, у нас появляется с вами такая информация, что мы можем увеличить. Мы можем вытянуть эту полосочку. Мы можем с вами поменять цвет. Сначала нам предлагают прямо вот готовые форматы замены цвета. Вот, пожалуйста, они у нас стали цветными. Вот на эту кнопочку нажимаем. То есть мы можем сделать очень многое здесь выбрать. Итак, обратите внимание на то, что как только я зашла в SmartArt, посмотрите, у меня открылся конструктор вот этого SmartArt. Вот здесь. То есть все очень удобно. Как только я сейчас удалю Delete, видите, у меня закрылось и перешло все на главное. Теперь давайте посмотрим вставку рисунка. Кликаете рисунок, и у вас вы можете вставить сюда любой рисунок. Значит, давайте вот зайдем сюда в загрузки. Я хочу вам показать, что оптимальный вариант сюда вставлять рисунки в расширении PNG. То есть такие рисунки, у которых нет поля. Ну вот давайте поставим вот такую вот картинку Facebook. Вот она передвигается у меня туда, куда надо. Я ее могу уменьшить. Я могу ее развернуть, эту картинку. То есть возможностей очень много. Итак, понятно, как с картинкой работать. Мы уже немножечко с вами этот вопрос смотрели. Теперь посмотрите, есть возможность вставить вот такие картинки. Ну, например, как только вы нажимаете здесь, у вас открывается вот здесь с правой стороны поле с большой библиотекой различных картинок. Вот здесь сейчас человек. Вот я кликнула вот сюда, человек, видите? И у меня сразу появляется вот такая картинка. То есть это помощь вам. Мало ли, где-то вот вы нашли вот такую вот интересную картинку. Вам понадобилось ее сделать. Теперь обратите внимание, что вот как только мы вставили здесь картинку, у нас появляются вот здесь вот форматы картинок. Вот они, видите? Специально для того, чтобы могли всю эту картинку отобразить определенным образом. Давайте посмотрим. Вот эта картинка. Вот я ее немножечко сейчас соберу, чтобы она была на белом поле, чтобы ее было хорошо видно. Я могу ее, например, сделать в определенном виде. Посмотрите, сейчас она стала в рамочке. Если я опять ее выделю, видите, форматирование картинки я выделю. Ну, например, давайте сделаем ее вот такой, чтобы она была у меня в тени. Или, например, давайте мы откроем вот эту вот часть. И я ее захочу и сделаю вот такой развернутый. Посмотрите. Вот такую открытку вы можете здесь очень легко и просто сделать. То есть получается просто хорошая, красивая открытка. Вы можете ее потом сделать скриншот и использовать там, где вы хотите ее использовать. Вот она вот. Мало того, вы можете еще ее и развернуть. Вы можете ее увеличить. Вы можете ее уменьшить и так далее. То есть вы можете сделать с ней все, что угодно. Удаляю картинку и сразу уходит у меня вот здесь вся информация по картинкам. Ну и последнее. Я могу сюда вставить видео. Ну, например, вот я только кликнула на видео. И вот у меня появилась вот такая вот возможность. Обратите внимание сразу. Вот сразу все здесь поменялось. То есть вы свое видео. Вот оно, это видео. Давайте мы ее вот так вот увеличим. Вы свое видео можете сделать в определенной рамке. Точно так же, как это вы делали рисунок. Теперь для того, чтобы посмотреть, что там за видео у нас, у нас есть вот здесь с вами вот кнопочки, которыми мы можем работать. Например, если я собираюсь воспроизвести, я нажала вот на эту кнопку, и у меня появляется то самое видео, которое я собираюсь здесь показывать. Все, я закрыла его. Теперь посмотрите, я могу откорректировать его по цвету. Вот если я нажму вот на это солнышко, то я здесь могу сделать светлее, темнее. Я могу изменить расцветку. Я могу сделать заставку для этого изображения. Ну, например, изображение из файла какого-то взяли. Давайте сделаем вот такую лягушку заставкой. Вот она у меня стала заставкой. Но когда я захочу воспроизвести, у меня эта лягушечка сразу идет. То есть здесь можно очень много работать и очень много делать. Вот здесь есть такая кнопка формат видео. То есть вы здесь можете изменить его внешний вид совершенно. Но я уже не буду сейчас это все показывать, потому что просто нет у нас времени с вами. Я думаю, что вы здесь понимаете, что все это у нас повторяется. Итак, значит, мы с вами давайте удалим вот это вот, чтобы у нас этого не было. Мы с вами изучили вкладку дизайн и просмотрели практически уже все те моменты, которые мы можем здесь с вами решить благодаря вот этим кнопкам. Благодаря этим кнопкам у нас сразу открывается меню, которое нам необходимо было для работы. Продолжение следует...